Йоу, пирожки, пятничный чилл, игрушечка, свежачок с тап-тапа, даула, контент или континент, короче, не суть, она все равно не глобальная и не на английском языке. Так, мужчинка у меня есть, к сожалению, на старте не дали нам бы выбирать какие-то разные классы, поэтому поиграем пока за него и пойдем надо с кем-нибудь подраться нам. Сейчас у нас прогрузится и нападем на эту девчулю замечательную, ну и посмотрим геймплей. Девчуля боевая, боевой кролик, вот она у нас появилась и еще надо будет с ней нажать. Все, вошли мы в историю боя, да и сейчас будет кровавое месиво. И погнали. Так, пошаговые бои у нас. Можно крутить, вертеть. Нажимаем кулачок, нажимаем на героя и он такой хоп-хоп, делает многоходовочку, подлетает, получает. Теперь будем фигачить другую скиллуху. И тут все красиво анимировано, каждый скилл по-разному. Как мог заметить, даже просто автоатака, он не подлетает или напрямую подходит, а какие-то делает зигзаги. То есть, все это классно анимировано. Вот это было больно вообще-то, да? Так вот, что-то больно жесткий лещ. Но это у нас, кстати, обучаловка еще, наверное, идет. А, м-м-м-м, то есть мы получили леща, но все равно победили. Это что за братишки пришли такие, типа, чё, кого, пацанчики с района, так, на одну крольчиху. Позвал еще троих ребятишек, чтобы накидулю ее сделать. Ну, накидали нам каких-то вкусняшек. Непонятно зачем, непонятно куда, про чё. Вверху какие-то сосисочки у нас. Типа она решила, короче, не конфликтовать и к нам присоединиться. Все, мы собираем нашу замечательную шестерочку, да? Шесть игроков у нас должно быть. Шесть разных замечательных персонажей. Открылось какое-то дерево. И крольчиха нам продолжает что-то втирать, да, какую-то дичь. Все, идем на большого мужичка. Сейчас будем на него нападать. Кидать ему лещу, лещуху, наверное. Хрен знает. Какие-то орлы. Ну, короче, все. А, орла мы будем сейчас долбить в двушечку, да? Погнали. Кулачком. Оп-оп-оп, обходочка, обманочка прошла. Орел не многовато ли втащил? Вот вопрос есть такой у меня. Не многовато ли, да? Он, блин, почти 70% хп снес. Ну, сейчас мы будем ультить по нему. Пинг, кстати, упал. Был красный пинг. Сейчас вроде до зелененького упал. 297. Как-то терпимо. Девчуля, а где вот твои ножки-то, которые ты мне лещей накидала? Вот мне непонятненько. То есть побило, но только автоатакой. То есть у нас есть обычный спел и есть такой усиленный лещ, который прилетает и сносит дохренища хпшечки. В общем, орла мы захерачили. Может, нам дадут его? Ну, как-то в компашечку. Почему бы и нет? Какой-то поигранин с птичкой. Опа! Так, на героев. Так, на девчулю. И одели мы ей какой-то жетончик. Мммм, спелушку нам одели, да? Все. Мы, короче, экипируем скиллы на наших персонажей. Вот несмотря на то, что тут все на элефийском, и то это как-то интереснее и поживее, чем Raid Shadow Legends. Хотя, по сути, принцип такой же. Мы собираем команду героев, выступаем против других противников, пошаговые бои, рассчитываем удары, как можно добить поинтереснее, как, например, сэкономить скиллы помощнее на соперников посложнее. Есть у нас тут сторисы, катсцены, какие-то кони из бамбука. Тут типчик что-то втирает нашему мальчугану, говорит, типа, надо всех захерачить, тогда получишь, наверное, сосисочек. Он говорит, да, не вопрос, погнали. Расхерачим тут все, что можно. Но он от нас свалил. Что, мы бегать, что ли, еще должны? Угу. Есть у нас физический джойстик, кстати. Бежим мы за мужичком. Это разноображивает геймплей. То есть мы не только перемещаемся сразу на локацию, где бои. То есть мы будем проходить какую-то территорию и там натыкаться на соперников. И там с ними драться. Так, кого будем валить? Валить будем, наверное, сначала с самого мощного волка. Хоп. Ну, что-то маловато втащилось-то. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кстати, автобой, наверное, есть, не знаю. Тут он же на китайском написан. Ну, будем считать, что пока нету. Пока интересно поиграть нам вручную. Надо его добить. Сейчас будет скиллуха из трех больше ударов. Ногой. Нормально залепило. Только есть ощущение, что, скорее всего, мне сейчас дадут леща. Ай-яй-яй. Надо... Ну, ладно. Можно было, по сути, сразу этих мелких повыносить. И потом ультуху чисто на большого. Ну, как бы... Ну, кто знал. Прокачался наш мужичок с ноготок. Завалили мы волков. Чувак нам сейчас, наверное, что-нибудь отсыпит. Каких-нибудь золотых монеток. Нихера, говорит. Надо, наверное, еще что им поделать. Да, говорит. Побежали. Дождь пошел. Ну, все они мирно. Все более-менее адекватно. Хрен знает, что он хочет. Ага. Змеюка злая большая. С двумя волками. Что будем делать? Будем выносить волков, конечно же. Сначала будем волков, короче. Оп! С одного удара убивать. А потом чисто по змеюке работать. Ну, какой-то вообще слабенький кусь. Угу. Что втирает? Будет ультануть надо по нему. Но это мы и так сделаем. И... Может, сейчас комбуха какая-нибудь будет. Нет, ничего особенного не было. Но... Змеюка у нас была в стане. То есть, вот эта ультуха у нашего мальчишки, она делает станини. То есть, либо она просто обезвиживает, либо лишает хода. Ну, сейчас, наверное, будет одна пропущенная атака. Возможно, она будет охренеть, какой мощный. Но это ее не спасет. Змеюку мы накидаем. Это, кстати, новиночка, которая вышла в топ-тапе. Я вчера потыкал, что там интересного вышло. Там вышло две ммошки и две мобы. Обязательно мы с тобой их всех посмотрим. Вот сегодня у нас вот эта ммошечка. Потом у нас будет, наверное, моба. ММО-моба. Вот так, наверное, я раскидаю. А ты не забудь подписаться на каналчик. Нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные игры. Не знаю, будет ли тут глобалка. Кстати, ребята почему-то в комментариях писали под игрой то, что у них проблемы с регистрацией. У меня их не возникло. Там появится окошечко и просто справа будет оранжевый такой человечек, пол-человечка. Вы на него нажимаете и на рандомный аккаунт создаете. Можете играть себе спокойно, вообще не напрягаясь. А ссылочку на игру я обязательно оставлю в описании. Это все, конечно, очень интересно. Но мы миссию прошли, получили ништяки. И на том спасибо. Нам дали мужичка, наверное, в команду. Мужичка с молдом. Я, кстати, за него начинал играть. То есть у нас есть мужичок. А нет, с книжкой. Блин, хотя мне давали мужичка с молдом. Поигруем. Есть еще какая-то херобора, вот тут у нас сзади. Трется. Собака, наверное. Собачуля. Появились у нас побочные квести. Больше все как положено. Хотелось бы посмотреть героя вообще, какие еще есть. Только хрен знает, куда идти. Но R-ки. SR-ка. А, у нас типа такой уже прокаченный. Ну, наверное, будут еще красные герои, какие-нибудь оранжевые. В общем, своеобразная игрушка. Ну, потыкать почему бы и нет. Ссылочка будет в описании. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видосики.